Спускаемся к завтраку. Покидаем этот молодежный хостель. Как ясно из предыдущей части, хостель стоит на берегу реки Аре, и я снова снимаю ее. Простальный взгляд на Золотурн. Переходим по мосту через реку и идем на вокзал. Статуя по дороге к вокзалу Золотурна. Теперь мы едем в Цюрих, где у нас запланировано 4 ночлега. Расстояние до Цюриха 89 километров. Время в пути 55 минут. Проехали еще один цейк Гаусс 1907 года постройки, как написано на фасаде. На вагоне написано «Приятный поезд». Прибыв в Цюрих, мы первым делом направились в забронированную гостиницу, чтобы зафиксироваться там и оставить чемоданы. Затем мы поехали поездом в город Винтертур, расположенный в 30 километрах от Цюриха. Наша первая цель в городе Винтертур – вилла Амрёмерхольц с коллекцией произведений искусства Оскара Райнхарта. Его отец Теодор Райнхарт был крупным бизнесменом и меценатом и поддерживал материально художников Германии и Швейцарии. Поэтому его сын Оскар рос в общении с художниками. В 1924 году в возрасте 39 лет Оскар принял решение оставить семейный бизнес и посвятить себя коллекционированию произведений искусства. В этом же году он купил виллу Амрёмерхольц и сделал ее своей резиденцией и местом для коллекции. В 1940 году он подарил часть своей коллекции, состоящую из 500 произведений германского, швейцарского и австрийского искусства 18-20 веков, городу Винтертур. И они выставлены в музее Оскара Райнхарта в городском саду. В 1958 году он завещал оставшуюся часть коллекции и виллу народу Швейцарии. Эта коллекция состоит преимущественно из произведений французских импрессионистов и старых мастеров. Вилла и коллекция открыты для публики с 1970 года. Поль Сезанн. Натюрморт. Жак Луи Давид. Портрет баронессы Паулины Жени. Пьер-Агуст Ренуар. Секреты. Теодор Жирико. Портрет психически больного мужчины, которому кажется, что он военачальник. Винсент Ван Гог. Женский портрет. Альфред Сислей. Баржи на канале Сен-Марти. Пьер-Агуст Ренуар. Спящая. Еще Ренуар. Спящая у моря. Эль Грека. Портрет кардинала-инквизитора Фернандо Нинья де Геваре. Жан-Баптист Коро. Итальянка с мандолиной. Еще Ренуар. Портрет французского коллекционера Виктора Шоке. Франциско Гоя. Три стейка из лосося. В Большом саду, примыкающем к Вилле, Оскар Райнхард разместил скульптуры, имеющие значительную художественную ценность. Ренуар. Большая прачка на коленях. Написано «Исторический сад со старыми деревьями и значительными скульптурами». Просьба к родителям с детьми следить за ними. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проходим по пешеходному мостику над железнодорожными путями в районе вокзала. Как и многие другие исторические города Швейцарии, Винтертур начинался с римского поселения. Сейчас в Винтертуре более 100 тысяч жителей. Это шестой по численности населения город в стране. Поскольку отсюда до Цюриха всего 30 километров или 18 минут на поезде, то многие жители Винтертура работают в Цюрихе. В городском транспорте. Курение во всех видах общественного транспорта запрещено. Всегда ездите с действительными билетами. Выступления, рекламные акции, попрошайничество и сбор подписей запрещаются. Порча оборудования влечет за собой штраф. А это понятно без объяснения. И здесь символ коммунистического и рабочего движения. Это скамейка на бульваре. Продажа очков. Субтитры подогнал «Симон» Роспись на стене. Еще оригинальное оформление скамейки в скверике. Штат Кирхе. Городская церковь. История церкви на этом месте восходит к 7 или 8 веку. Церковь неоднократно горела, восстанавливалась и достраивалась. Башни относятся к 17 веку. Церковь была отреставрирована в 1984 году. Интерьер расписан в 1920-е годы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще раз интерьер этой церкви на фотоснимках. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слева направо «Саул», «Давид», «Соломон» и, насколько я понял, «Иов». Детское творчество Субтитры подогнал «Симон» 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 Важнейшим его проектом была прокладка железнодорожного тоннеля через Сен-Гатард Это отмечено в скульптурной композиции у основании памятника Башня Швейцарского национального музея рядом с центральным вокзалом Цюриха Здание музея было построено в 1898 году в стиле французского ренессанса и тогда же был открыт этот музей Едем городским транспортом в Кунстхале Цюрих это выставочный центр современного искусства Он разместился в промышленном комплексе зданий бывшего пивоваренного завода «Левенброй» Завод был построен в 1897 году Со временем он оказался практически в центре Цюриха и в 1986 году был закрыт Промышленные здания были переоборудованы под выставочный центр современного искусства и открыты в 1990 году Осмотр начали с работ Хелен Мартин английской художницы и скульптора Она размещает свои работы и на стенах и на полу Графические портреты Моцарта От рам свисают бутылки с алкогольными напитками что, как пишут, насыщает изображение действием Композиция из силуэтов стульев и кресел викторианской эпохи смонтирована на стене и называется «Традиционные преподаватели грамматики английского языка» Эти объекты, как мне представляется или вырезаны машинным способом из листового материала или сварены, а затем немного изогнуты И это работа Хелен Мартин А кот, похоже, настоящий Среди выставленных здесь фотографий работы Вольфганга Тильманса современного немецкого фотографа В 2000 году он стал первым художником иностранного происхождения получившим самую престижную награду Британии в области искусства премию Тернера С 2003 года Тильманс профессор искусств в Государственной высшей школе изобразительного искусства во Франкфурте на Майне Он путешествует по всему миру и снимает самые разнообразные сюжеты Вольфганга Тильманс Вольфганга Тильманс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живет и творит в Лос-Анджелесе Работает с low-high, то есть низкокачественными материалами, такими как гипсовая смесь и фанера Его скульптурные работы выполнены в стиле футуризма и кубизма Лежащая женщина, длиной более 5 метров Состоит из плоских элементов, изготовленных из гипсовой смеси на стальной арматуре Подчеркнуты грубые маски, выполненные Хоузага, на деревянном постаменте и на стенах Его же триптих, дерево посередине и мускулистые фигуры слева и справа Пол Маккарти Американский художник, известный своими провокационными перформансами и инсталляциями Как пишут в его брутальных и жестоких перформансах Кровь всегда была представлена кетчупом, а экскременты – шоколадом Здесь выставлено около 60 крупных фотографий, изображающих повседневные объекты быта, но поломанные и грязные Все они сняты на чистом цветном фоне, подчеркивающем состояние запечатленных вещей Объекты, изображенные на снимках, использовались как реквизит в скандальных перформансах Маккарти в начале 80-х годов В 90-х годах эти предметы были сфотографированы, а снимки объединены в цикл под общим названием пропо Эта фоторабота висит именно в таком положении Название этого объекта можно перевести как «грязная дурочка» Через окно одного из залов в Кунстхале видим, что к комплексу зданий бывшего пивзавода Пристроены современные высотки Они вернулись домой, и мы тоже, но в гостиницу, искупленным готовым ужином Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok